Первую задачу разбирать? Или там все понятно? Да, у вас там ошибка. Причем вашу работу я проверял первой. И я был удивлен, что в первой задаче там все было не очень. Ну, в общем, с первой задачей почти все справились, поэтому я ее разбирать не буду, наверное. Смысла особого нет. То есть там в основном надо следить за просто знаками, за арифметикой и все. Так, вторая задача. Какие наибольшие сложности возникли? Наверное, там, где были активные, неактивные формы субстрата и продукта. Потому что эти задачи не решил никто. Наверное, да. Подобралось там буквально несколько человек к правильному уравнению, а дальше почему-то отлезли в какие-то дебри. Хотя нет, один человек решил. Один человек решил. Значит, там, это задача номер 3. По-моему, она была в нечетных вариантах. То есть в половине вариантов были эти задачи. И в половине этой половины был неактивный субстрат, а в другой половине был неактивный продукт. То есть схема была там такая, что неактивная форма субстрата активируется в реакции первого порядка с какой-то константой скорости К0. И дальше этот субстрат уже активно вступает в ферментативную реакцию с ферментом Е. Значит, ЕС, П плюс Е. Значит, там были даны все константы. К1, К-1, К2 и К0. И первым вопросом надо было рассчитать величину константы Михаэлиса. Причем не было сказано, эффективно она или неэффективно. То есть просили просто константу Михаэлиса в ферментативной стадии всего лишь. Поэтому надо было просто взять и тупенько по формуле К-1, К2, деленное на К1. На самом деле это был вопрос наводка. В исходном варианте этой задачи не было такого вопроса. В исходном варианте задачи был вопрос только самый последний. То есть надо было определить время достижения максимума концентрации С. И все, без всяких подсказок. Ну и там были специальным образом подобраны числа, чтобы все это решалось. Потому что иначе, если числа вообще произвольны, то задача вообще говоря нерешабельная. Нерешабельная получается. Поэтому добавили вопросы наводки. Один из них, их было два, одни из них это константы Михаэлис. Значит, надо было ее посчитать. И там в зависимости от варианта получались типа 1 моль на литр, 10 моль на литр, 2 моль на литр. В общем, что-то большое. Так, ну допустим, 1 моль на литр. Например. Начальная концентрация D0, она везде была маленькая. Ну я вот для примера возьму 0,0,1 моль на литр. Я не помню конкретных чисел. Там в каждом варианте оно было маленьким. Я думаю, всем очевидно. Здрасте. Я думаю, всем очевидно, что концентрация S в любой момент времени не превышает концентрацию D0. Это, наверное, понятно, да? То есть меньше либо равна, чем D0. К чему это приводит? У нас очень большая константа Михаэлиса и очень маленькая концентрация S, которая не превышает число D0. А D0 в случае гораздо меньше, чем константа Михаэлиса. Это почему так? Поэтому был задан второй вопрос. В зависимости от скорости от концентрации субстрата. Мы ее рисовали на лекции. Понятно, что там вот такая гипербола получалась. Так? Если у нас концентрация S мала, то мы в какой части этой гиперболы находимся? В самом начале. В самом начале, да. Здесь V максимально. Это у нас, давайте, это V максимальная. Это V максимальный пополам достигается при концентрации субстрата, равной константе Михаэлиса. А наша концентрация гораздо меньше. Вот здесь мы находимся. Это действительно начальный стартовый линейный участок. Это ферментативная стадия. То есть мы находимся где-то там в самом начале. К чему это приводит? Мы знаем, что по выражению для скорости только ферментативной стадии, давайте ее Vf обозначим. Значит, у нас есть V максимальная на концентрацию субстрата, деленная на константу Михаэлиса, плюс концентрацию субстрата. К чему это нам приводит? Мы можем пренебречь концентрацию субстрата в знаменателе. Это примерно равно Vmax, деленная на константу Михаэлиса, на S. Это скорость ферментативной стадии. То есть фактически реакция превратилась в реакцию первого порядка, ну псевдо-перого порядка, с эффективной константой скорости вот такой. То есть если ее расписать через концентрации, через константы, что у нас получится? V максимальная это K2E0. К2E0 просто. Констант Михаэлиса это K-1 плюс K2 делен на K1. Поэтому эффективная константа получается K1, K2, E0 делена на K-1 плюс K2. Ну численно она считается, стартовая концентрация фермента тоже была дана в условии. Итого, вот эту всю схему сложную можно превратить в очень простую. D переходит в S, а S переходит в P. Здесь константа скорости K0, здесь константа скорости K эффективная. Это уже известная вам задача, это задача 1.18 из домашнего задания, только там было A, B и C. И там просили найти максимальную концентрацию этого интермедиата S. Ну здесь они отличаются от нахождения времени просто одним действием. Поэтому вам одно действие сэкономили, спросили просто время достижения максимума концентрации S. То есть надо составить кинетику по S. DS по DT. Это на что будет? Это будет K0 на концентрацию D минус K эффективная на концентрацию S. Ну концентрацию D от времени тоже легко найти, поскольку D расходуется в реакции первого порядка. Поэтому D, D по DT равно минус K0 на D. То есть отсюда следует, что концентрация D от времени, это есть D0 на E в степени минус K0T. Это D можно теперь подставить вот сюда, получить линейное дифференциальное уравнение первого порядка, неоднородное. Д решается, получается ответ. Ответ там такого вида. S это есть D0. Значит здесь E в степени минус K0T минус E в степени минус K эффективная T. Делено на K эффективная минус K0. И умноженное на K0, по-моему. На K0. Вот так. Там вроде бы такое уравнение. Вот фото решение, я не буду решать, вот просто математика. Вот. Ну максимум функций тоже легко находится. То есть дифференцируйте, приравнивайте к нулю производную, находите время достижения максимума. Чтобы найти максимальный контраст, надо было это время подставить обратно в это уравнение. Но максимальную контраст у вас не спросили. Так. Понятно, да, с этой задачей? Вопросы здесь есть? Да. Здравствуйте. А скоро будут результаты? Для дистанционных студентов результаты будут сегодня вечером. Сейчас вот в этот момент пишут контрольные те, кто пропустили основное время, 5 человек. И их работы вместе с вашими будут сегодня проверены и внесены в таблицу. Всем знаю, очень хорошо. Спасибо. А еще есть ответы? Вы помните или нет по этой задаче? Ой, нет, не помню. Там все времена, там все времена, то есть там вот эти вот K0 и K эффективно были подобраны так, чтобы они были примерно одного порядка, если так, на вскидку сказать. То есть они там отличаются либо в полтора раза, либо в 0,5 раз. То есть типа там K0 больше, чем K эффективно в 2 раза или меньше, чем K эффективно в 2 раза. Поэтому ответ всегда порядка единицы на K0 получался. То есть там порядка одной секунды что-то такое. Это на вскидку. Точные числа я не помню, это надо в ноут залезть и посмотреть. Там я помню, что у вас какое-то совсем не то число получилось, у вас какие-то миллисекунды. Получились, да? Что-то такое. Ну, вроде я не с нами направлю, я не ползал, я потом решал, что это не платит, но я не уверяю, что правильно вырешил. Понятно. Ну, на педагоге сказали наиболее, да. А вот именно в последние годы вы пришли, что-то было вот. Понятно. Ну, посмотрим, да. Так, ну в симметричном варианте там была такая же схема, только изначально был активный уже субстрат. Он вступал в реакцию Михаэлес-Ментен с образованием ЕС, с образованием активной формы продукта. И эта активная форма потом переходила в неактивную по реакции первого порядка. То есть понятно, что схема абсолютно симметрична. То есть просто к Михаэлес-Ментен дорисовали реакцию первого порядка не до, а после. И все, опять-таки, вся идеология остается прежней. И по итогу это все заменяется. Это просто С переходит в П, а П переходит в Д. Только К эффективно теперь здесь. К эффективно, а здесь К0. Принципиально как бы ничего с этой стороны не поменялось. Так, понятно, да, с этим типом задачи? Второй тип задач, тоже третий, на активацию. Сейчас я тут условия не помню. Вот. Фермент в виде промежуточного комплекса ЕС может связываться с молекулой-активатором, причем между ними успевает устанавливаться равновесие. Константа равновесия известна. Это обеспечивает ускорение образования продукта, поскольку скорость превращения ЕСА в продукт выше, чем ЕС. Давайте на той доске. То есть что у нас есть? У нас есть обычный Михаэлес-Ментен. Ему никто не запрещал протекать. То есть ЕС, Е плюс С получается, ЕС получается продукт плюс Е. Но при этом у нас еще может этот ЕС в свою очередь связываться с активатором ЕСА с образованием продукта, и дальше фермент и активатор освобождаются, готовы для дальнейшего использования. Ну тут спрашивают, значит, установлен при концентрации активатора. Там дальше какие-то условия. То есть давайте выведем выражение для скорости этой реакции. У нас на лекциях и в домашнем задании были только ингибиторы, а здесь на самом деле симметричная задача только с активатором. То есть они просто отличаются в величине константы скорости образования продукта. У ингибиторов она просто либо мала, либо равна нулю. У активаторов она больше, чем та, которая в исходной реакции. Вот и вся разница. То есть принципиально тут ничего не должно поменяться. И в конце должна получиться обычная классическая кинетика Михаэлеса Минтент, просто с какими-то эффективными константами Михаэлеса и эффективной максимальной скоростью. Ну давайте выведем, значит, что у нас тут получается. Пишем КСК по первой реакции, пишем КСК по второй реакции. Значит, у нас Е на С равно константе Михаэлеса на ЕС. Так, это КСК по первой реакции. Я сразу так в коротком виде записал. Кроме этого, у нас есть фактически равновесие, но могли про равновесие на самом деле не говорить, поскольку уравнение будет то же самое. Просто величина константы, эффективная константы равновесия, она будет другая. У нас равновесие по первой вот этой обратимой стадии образования фермент-субстратного активированного комплекса. То есть это произведение, значит, давайте КА по условию, равно ЕСА, деленное на ЕС на А. Так, значит, здесь константа, давайте обозначим ее К2. К2, здесь, то есть К1, К-1, К2, здесь формально должно быть К3, К-3, К4, поэтому К4 я обозначу. Скорость реакции у меня будет равна К2 на ЕС плюс К4 на ЕСА. Чтобы найти величину этих концентраций, нужно, естественно, записать матбаланс. Значит, матбаланс как у нас выглядит? Е0 равно, значит, Е у нас присутствует в четырех формах. Е, ЕС, в трех точных формах. Е, ЕС и ЕСА. ЕСА. Е, ЕС, ЕСА. Значит, Е через ЕС. Давайте все выразим через ЕС. Без разницы, еще что выражать, но давайте через ЕС, например. Значит, ЕС, точнее, Е у нас равно константа Михайлеса на С на ЕС. На ЕС. ЕСА отсюда. Это константа активации на концентрацию активатора. на ЕСА. Поэтому, если мы подставим... Если мы подставим, то у нас получится, что концентрация ЕС будет равна Е0 единица плюс константа Михайлеса, деленная на С плюс константа активации на А. Константа равновесия активации на А. Так, ну и теперь осталось подставить выражение для скорости. Так, это можно стереть. Что-то народу у нас сегодня немного. 6, что-то есть, 6, 7, 8. Где же все-то? Как минимум половина отсутствует. Почти все. Что-что? Да, в первой группе 12. Так мало? Что, мне казалось, больше? Так, ну давайте, значит, скорость будет равна. Значит, понятно, поскольку у нас ЕСА пропорционально ЕС, я могу вынести ЕС за скобку, у меня останется в скобке К2 плюс К4 на константу равновесия активации на концентрацию активатора. То есть К4 плюс, ой, К2 плюс К4, константа равновесия активации на А. И умножено на концентрацию ЕС, которую я уже знаю. Это Е0, единица плюс константа Михайлиса на С, константа активации на А. Ну вот, получился классический Михайлис. Можем сразу выписать выражение для эффективной константа Михайлиса. Там в условии было что-то про константа Михайлиса. Значит, эффективная константа Михайлиса чему равна? А? Чему равна? А зачем домножать на С? Можно не домножать. Смотрите, то есть нам надо привести к виду ВМАКС деленное на 1 плюс константа Михайлиса деленное на С. Эффективная только. Эффективная константа Михайлиса, эффективная ВМАКС. То есть нам нужно, чтобы в знаменателе была единица плюс единица на субстрат, на число. Вот это число и будет константа Михайлиса эффективной. У нас в знаменателе явно не единица, да, единица плюс КА. Вот надо на эту единицу плюс k поделить. Числитель и знаменатель, чтобы получилась единица, да? Получается, что константа Михаэлеса эффективно будет равна настоящей, деленная на единицы эти плюс kа на а. Ну, а эффективная максимальная скорость, а там она не нужна, по-моему, ну, давайте выпишем. Она будет равна k2 плюс k4 kа на а деленная на единица плюс kа на а на е0. То есть видно, если у нас активатора совсем нет, концентрация равна нулю, максимальная скорость равна старому своему значению k2 на е0. Если концентрация активатора очень велика, то у нас равновесие по связыванию здесь полностью сдвинуто в сторону e, s, a, и фактически реакция идет по второй ступеньке, да, по второй реакции. То есть первая почти не идет в силу отсутствия e просто в системе. e всегда связана с активатором. Поэтому в пределе больших концентраций активатора вся эта дробь равна просто k4. То есть получается k4 на е0. То есть фактически тот же самый Михаэлес, только с другой константой. Так, и что там в условии дано? То есть известно, что при концентрации активатора А0 эффективная константа Михаэлеса данная реакция уменьшается в три раза. То есть известно, что если А равно А0, давайте, если А равно А0, то эффективная константа Михаэлеса равна старой константе, деленной на 3. То есть k на А0 равно, очевидно, 2. kA на А0 равно 2. А максимальная скорость образования продукта в пределе большой концентрации субстрата возрастает в 7 раз по сравнению с реакцией в отсутствии активатора. Значит, если у нас kA на А0 равно 2, можем найти, чему равна максимальная скорость. Она будет равна k2 плюс 2k4 деленная на 3 на E0. И это в 7 раз больше, чем k2 на E0. То есть 7k2 E0. То есть когда концентрация активатора равна 0. Ну все, значит, тут E0 сокращается. Получается k2 плюс 2k4 равно 21k2, то есть k4 равно 10k2. Ну то есть активированная реакция, реакция с активированным комплексом идет в 10 раз быстрее, чем с неактивированным. Всего лишь. Так. Определить, как соотносятся константы скорости распада. Определили. Запишите выражение для зависимости скорости образования от концентрации субстрата при наличии активатора в форме обычного уравнения. Ну вот, написали. Все, это, в общем-то, вся задача. Так, вопросы есть? Нет вопросов. У матросов нет вопросов. Так, если вопросов нет, тогда давайте четвертую разберем, например. То есть с ферментативным каталитом тогда все. Четвертая задача, значит, там были зашифрованы вот эти угадайки, которые у нас были по гидрогенным реакциям, так. В зависимости от варианта в задаче были даны либо А плюс Б переходит в С, либо А переходит в Б плюс С. То есть там просто все симметрично было. И в разных вариантах, соответственно, надо было угадать или обосновать, что адсорбируется, а что нет. Ну, с обоснованием, естественно. Ну, давайте начнем. Ну, значит, например, А плюс Б переходит в С. Или П было в условиях. Ну, неважно, в принципе, неважно. Так, сейчас я найду какую-нибудь такую задачу. Вот, А плюс Б переходит в П. Значит, протекает векомолярная смеси реагентов. Начальная скорость реакции при малых концентрациях. Значит, давайте П. П. Значит, первое, что нам дано. Значит, начальная скорость, то есть глубина превращения стремится к нулю. Малые концентрации реагентов. А и Б малы. Скорость реакции выдается выражением К1 на произведение концентрации А и Б. Второе утверждение говорит, что если большие концентрации и тоже начальная скорость, то есть альфа снова к нулю, но А и Б велики. Тогда скорость... Значит, я смотрю третий вариант. Тут написано, что скорость равна константе. К2. И третье утверждение состоит в том, что при больших глубинах превращения альфа к единице скорость дается выражением К3 А умножить на Б деленное на П в квадрате. Значит, нужно определить по этим данным, какое вещество адсорбируется на поверхности катализатора, а какое нет, и получить полное выражение для скорости реакции. Так. Ну, очевидно, что П адсорбируется. Да, я думаю, всем очевидно, поскольку П вообще присутствует в скорости реакции. Если бы у нас не было адсорбировано П, скорость реакции зависит только от концентрации реагентов. Значит, реагенты не зависели бы от присутствия П. Поскольку реакция происходит на поверхности, значит, скорость реакции не зависела бы от П, если бы П не адсорбировалась. Так. А у нас она зависит. Вот при больших глубинах превращения вот такая зависимость от концентрации П. Поэтому П адсорбируется. Осталось понять, А и Б адсорбируются или нет. ну тут всего два варианта на самом деле да то есть понятно что одно из них адсорбируется совершенно точно да то что оба нет нет сорбироваться не могут иначе реакция не будет гетерогенной да то есть как минимум одно из них но поскольку задача симметрично полностью по замене a и b местами значит ну давайте например а от сорбируется надо только понять b сорбируется или нет так и два варианта всего ну давайте тут можно сами даже угадать адсорбируется или нет? Как вы думаете? Адсорбируется. Почему? Да, потому что у нас идет насыщение скорости по концентрации B. То есть если бы у нас B не адсорбировалось, то при увеличении концентрации B до бесконечности у нас не было бы насыщения по B, скорость просто росла бы линейно по B. Чем больше B, тем активнее идет реакция. Здесь есть насыщение по B, значит B скорее всего адсорбируется. Б присутствует в скорости. Ну смотрите, если у нас, ну давайте сейчас напишем, давайте выпишем уравнение. Можно даже в двух случаях выписать, так? Увидите, где насыщение, а где нет. Ну давайте, значит, механизм получается такой. А адсорбируется. B, ну давайте, тоже адсорбируется. П тоже адсорбируется. Так, PS. И АС плюс БС. ПС плюс С. Вот такой механизм. скорость реакции будет равно чему в общем случае констате скорости поверхностной стадии то есть последний до к с умноженное на что это от это бета это 0 в какой степени почему из 2 и получилось единица значит да не увеличивается поэтому да поэтому в нулевой степени значит это а и т.п. так ну их сразу можем написать да как бы тут обычный лингмюр без всяких изысков без всяких степеней поэтому получается к с на константу адсорбции а концентрацию а константа адсорбции б концентрацию б делена на единица плюс к а на а к б на б и вообще горя к п на п п п тоже а сорбируется по механизму и все это в квадрате почему в квадрате понятно да ну один знаменатель от это автор знаменатель от ттб так ну давайте проверять значит если у нас степень превращения стремится к нулю первый случай продукта изначально нет а и б у нас малы поэтому этих тоже нет в первом пункте линейно по произведению концентрации а и b то есть из первого пункта следует что к с к а к б равно к 1 дальше второй пункт опять все глубина превращения к нулю поэтому п нет а и b теперь велики значит можно единицы теперь наоборот пренебречь по сравнению с ними смесь у нас по условиях и малярны поэтому концентрации а и b равны между собой так поэтому вот это вот все во втором случае будет равно к а плюс к б на концентрацию а ну или на концентрацию b неважно так в числителе у нас произведение концентрации а и b то есть фактически концентрация в квадрате в знаменателе концентрация а тоже в квадрате поэтому выходит на константу так поэтому из второго случая следует что к с к а к б деленное на к а плюс к б в квадрате равно к 2 нам не нужно определять по отдельности эти к с к к б в принципе не спрашивают про них но можно для них эти уровня и составить так ну и третий случай если глубина превращения к единице тогда у нас наоборот реагентов нету в знаменателе можно их имя пренебречь по сравнению с третьим слагаемым понятно что у нас концентрация продуктов должна быть велика потому что иначе мы вернемся в первый случай поэтому единицы тоже пренебрегаем остается по в квадрате в знаменателе а и b в числителе множитель будет равен к с к а к б делена на к п в квадрате так получается действительно требуемая зависимость значит к с к а к б делена на к п в квадрате равно к 3 то есть всем условиям удовлетворяет значит ну не противоречит поэтому все нормально это будет ответом так и что поменяется если бы не от сорбируется если нет вот этой второй реакции если этой реакции нет бы не от сорбируется насчет у нас вот здесь будет плюс b а с плюс b до получается ps так скорость реакции здесь будет уже равна к с на тету а на концентрацию бы теперь уже объемную так здесь у нас получится квадрат исчезнет так получится к с к а на а на просто концентрацию b а в знаменателе будет все то же самое только без квадрата и без b то есть единица плюс к а на а плюс к п на п ну теперь очевидно чему это противоречит да это противоречит третьему условию когда у нас скорость реакции должна быть обратно пропорционально квадрату концентрации продукта а здесь получится первая степень здесь п в первой степени вот чему это противоречит понятно да ну и проверить его дату и записать скорость и проверить по данным вам условиям задача это еще раз еще раз вы может как вы можете понять это ваше дело то есть вы можете влок перебрать все варианты вы можете сразу угадать нужного рядасти к бы если один у угадали и проверим то все во принимается то есть как вот как вы дошли до нужного ответа чтобы ваше дело но ваша задача была во-первых вывести выражение для скорости в вашем случае который вы описываете и второе проверить данные вам условия под этого под эту скорость под это выражение подходит или не подходит то есть проверялась именно логика как бы рассуждений вот кто-то перебирал все случаи кто-то угадывал и проверял по-разному было как бы но оценивалась именно вот само рассуждение то есть не спрашивали все возможные варианты механизма этого не спрашивали хотя бы один но доказательно чтобы было так с этим понятно в симметричной задачи там было а переходит в b плюс c и принцип тот же самый разбиратель я думаю не надо там все тоже точно так же там единственно что некоторые утверждали вот в том механизме который вот а переходит сейчас секунду а переходит в б плюс c некоторые утверждали что раз скорость реакции не зависит там от b или отце да там были дан эти три случая раз она не зависит от b или c то этот этот компонент не ацербируется ответ нет потому что если в этом вариации вам сразу сказали что а и b эквимолярная смесь то что я мог менять низкий независимо то здесь я не могу менять независимо боится у меня по уравнению реакции по стихи метре боится всегда эквимолярная смесь поэтому сейчас секунду поэтому если у меня в продуктах есть концентрация какая-то бета там же есть концентрация причем ну но если не развитая поверхность об этом ничего не сказано то вообще говоря такая же чё только скорость до определите по этим данным какие вещества ацербируются на поверхности катализатора какие нет и получите полное выражение для скорости до наверное задача в принципе простая задача простая те кто за нее вообще не брались да они потеряли вот какое-то количество баллов третья задача нам самая дорогая была данной и и самая сложная так с 4 понятно да значит ну осталась вторая задача она что что ну зависит от развитости поверхность если поверхность не слишком развита точно поверхности живет гораздо меньше частиц а и а и б чем в объеме то да будет равна ну только надо учесть перевод через площадь и объем да то есть умножить эту скорость на площадь поделить объем реактора нет нет sqv это отдельный параметр который можно регулировать то есть константа характеризует только химию процесса а св вы можете менять как бы просто эта технология понимаете да еще раз дт это все равно не понял вопрос аж что переводить куда переводить еще раз если вы подожди проживите если вы хотите записать минус д а по дт минус да по дт то считаю пренебрегает молекулами а которые живут на поверхности то минус да по дт у вас будет равно скорости реакции вашей да у вас в одно за одно превращение расходится одна частица а надо умножить это дело на площадь поделить на объем то что здесь скорость это она гетерогенная а концентрация гомогенная в объеме так для b будет то же самое минус db по дт будет равно sq на скорость реакции скорость реакции уже как-то зависит от концентрации а и б что если вы хотите расписать кинетику изменения концентратора степени заполнения компонентом а ну смотрите у вас если вы найдете вот это вот да у вас тета а связано однозначно с а ну вот в том случае у нас тета а поскольку там успевала раку станции равновесие то есть у нас медленно плывет концентрация а в объеме и вслед за ней быстро успевает устанавливаться квази равновесная степень заполнения компонента а поверхности так значит у нас тета а было равно к она а делена на единица плюс там ну все все остальное то что там было в знаменателе до концентрацию от времени находите отсюда подставляйте сюда получать известно стеты от а вы если вы имели ввиду что дт то дт то а по дт связать ее со скоростью вот это вы хотели да тут так просто не получится потому что здесь видите здесь такая дробь чем а есть в числителе и а есть в знаменателе потом просто так со скоростью тут не связать ну это проще всего осознать если вы распишите мат баланс и пройдет продифференцируйте его и выразите дт то по дт через все остальное вот там получится не совсем просто потому таких задач мы на контур не выдавали а в домашке она вообще была только одна на самом деле это 222 который никто не решила про степень заполнения что именно что непонятно какой какой метод лоб не понял в 222 да смотрите 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 задача 222 насчет у нас есть скорость адсорбция так есть скорость десорбция равновесия не равны если у нас нет равновесия то их разность определяет нам количество молекул азота в той задаче которая уходит на поверхность так значит она у нас будет равно ну давайте я напишу то dn это не азот это количество по дт так ну тут надо еще не забыть что у меня скорость это штуки на метр квадратный за секунду поэтому я скорость и должен умножить на площадь всего угля так н я могу расписать каким образом это у меня степень заполнения умножена на полное количество центров сорбции полное количество центров сорбции это с кос 0 это в штуках ну в малях понятно надо начало вагады еще поделить поэтому если с здесь сократить так то у меня получится дт то по дт единицы на столь но и с 0 можно домножить получается равно с 0 на скорость адсорбции минус скорость десорбции ну а их уже расписать к обычным образом скорость адсорбции это константа скорости адсорбции на тету нулевую на концентрацию ну или давление там было давление поэтому давайте давление скорость десорбции так а десорбции на эту текущую давление связать с этой выразить через тету у вас получается дефорно только на тету вот так решалась задача 222 задача 222 для ответа на первый вопрос кинетику можно как раз таки не надо привлекать в первом вопросе там спрашивалась константа адсорбции действительно вы должны были просто построить график в координатах единица на п единица на дельта п должен сходиться во первых во вторых проверьте ту размерность которых у вас получалось константа то что константа возможно что она дана в единицах обратного давления вы ее посчитали в единицах обратной концентрации ну или наоборот ну давайте я проверю я не пересчитывал но способ именно такой то есть строится вот в таких координатах дальше просто по углу наклона сводом слогам находится константа адсорбции константа адсорбции но я понял я понял по моему сходилась крайне мере в прошлом году когда ее ребята решали по моему там у одного человека сошлось который один человек и осилил вот то есть для нахождения константа равновесия вам кинетика вообще не нужно а вот для ответа на вопрос чему равны константы скорости от собственно десорды там уже да там уже как раз таки надо привлекать кинетику иначе никак так понятно так вторая задача но вторая задача она вообще тоже была простая за нее два балла давалось это была задача фактически на схему линдемана который была на лекциях но она была конечно в материале которые не относятся к первой половине семестра но там именно про устройство константа скорости ничего не спрашивалось вас спрашивали там про энергиоактивация для этого хватает материала первой половины семестра ну давайте начнем что у нас было на штамм были молекулы а плюс а активация столкновения и потом активированная молекула превращается в продукт по моему тогда да так на что-то нам известно при протекании стационарных условиях эффективно энергиоактивация реакции в пределе малой концентрации там где-то было а где-то было м не принципиально ну давайте пусть будет а давайте напишем кска по а со звездой сюда со звездой примерно до звездой под это примерно равно нулю значит у нас константа скорости к 1 к минус 1 к 2 это у нас равно к 1 а в квадрате минус к минус 1 а на а со звездой и минус к 2 на а со звездой отсюда мы знаем посаживает значит это скорость реакции я сразу с 8 sind скорость реакции скорость реакций будет равна k2 на а со звездой которая равно в свою очередь к 1 а квадрат деленное на камер с 11плюс к 2 получается к 1к 2 а в квадрате деленное на к2 плюс к минус 1 а и нам даны энергии активации в пределе больших и малых концентраций значит ну давайте малый предел малых концентраций насколько малых но очевидно что малые когда у нас 2 слагаемая будет пренебрежима мало по сравнению с первым в знаменателе так то есть у нас концентрация а намного меньше чем к 2 делена на камеру с 1 тогда эффективная константа скорость ну давайте в равно сразу напишем в равно она будет равно просто к 1 на в квадрате поскольку к 2 сократится то есть эффективная энергия активации так давайте будем не один-два случая а а и b и в чтобы индексы не пересекались энергия активации в случае а она будет равно просто е1 то есть энергия активации первой стадии случай б случае высоких видимо концентрации до предел больших концентраций значит у нас концентрация а намного больше чем к 2 делена на к минус один в этом случае мы наоборот на к 2 можем забить получается скорость будет равна к 1 к 2 делена на к минус 1 к 1 к 2 делена к минус 1 на первую степень концентрации а в этом случае энергия активации и синтексом b будет очевидно равно е1 плюс едва минус е минус 1 расписывать или понятно расписать в этом случае вот это эффективно константа скорости каждая из этих констант работает по арене усу если две константы перемножаются то их энергия активации складывается потому что при перемножении двух экспонент их показатели складываются понятно да если вы делите то показатель соответственно вычитается поэтому энергия активации в случае b будет равна е1 плюс едва минус е минус 1 так нам дана е1 нам дана е а точнее нам дана е с индексом b и нам дана разница энергии возбужденного и основного состояния а то есть да не один мин и один минус е минус 1 значит это случае в это никакие не концентрации то просто дано по условию что е1 минус е минус 1 равно там какой-то его я напишу число там какое-то известно ну и надо определить все три энергии активации прямой обратной и второй стадия но очевидно системы с трех линейных уравнений с тремя неизвестными вроде пока еще должны уметь решать уже нет да так ну ничем не могу помочь могу только позаболезновать так вопросы есть по эта задача да нет вообще говоря нет они могут быть близки они могут быть одинаковы и но в общем случае никто не обязывает их равняться друг другу ничего не понял еще раз где к 1 к минус 1 вот она концентра на весе а тут еще к 2 есть или про что да а вы права вопрос артура нет брать как тут пред экспонента есть как-то иначе то у вас константа равновесия равна к 1 делен она к минус 1 если паренью соберас писать это к 1 0 к минус 100 и в степени минус и 1 минус е минус 1 делена на рт правильно подождите про called подозрить правильно правильно а я теперь распишу концентранности через е в степени минус дельта же 0 делена на рт что у меня получится у меня получится e в степени дельта s0 деленное на r, e в степени минус дельта h0 деленное на rt. Где? Вот она предэкспонента, это она и есть. Вот он множитель. Тогда да, а в общем случае нет. Поэтому в константе равновесия предэкспонента вполне себе есть. Иначе как? Так, с энергией понятно. Ну в других вариантах была та же самая схема Лендемана, только не для бимолекулярных реакций, а для тримолекулярной реакции, которая разбивается на две стадии. Принципиально все то же самое. Все это было на лекции, лекция номер три. Так, вопросы есть? Где здесь? Да, да, да. А вы что, не применили? Понятно. Перемудрили, в общем. Так, ладно, если вопросов нет, тогда у нас новая тема сейчас. Значит, у нас третья тема. Я напоминаю, что у нас осталось чуть более месяца до зачетной недели. На зачетной неделе будет контроль на номер два. Поэтому у нас осталось три семинара и две лекции. Что, что? Да. Ну у нас тут маленькие разделы на самом деле, а вот сегодня мы должны вот за половину пары три задачи успеть. В каком смысле по смыслу? Ну, то есть форматы. Да. Ну, тут много задач, но они решабельные. Да. Они все решабельные. То есть мы изначально хотели пять задач, потом решили, чтобы четырех вам хватит. Ну, посмотрим. Если на зачетной неделе, наверное, можно в зависимости от аудитории и от ковидных ограничений. Ну, посмотрим. То есть мы пока… Это вы просто отвыкли решать задачи на время в режиме цепь нота. Или не научились, не знаю. Что значит зачем? Что, что? Уже посчитали, да? А в первом задании сколько было? Вот видите, как замечательно. Опять задач меньше. Значит, 18 задач, 32 дня, примерно по две задачи в день. А по итогу будет 18 за один день, да? Да. Так, ну давайте, значит, первая задача. Нам нужно оценить частоту двойных соударений молекул воды в единице объема газовой фазы, которая находится в равновесии с жидкой фазой при температуре 50 Цельсия. Температуру парообразования воды считать независимая температура. Тут она не дана, но я напишу число, оно нам понадобится. Сейчас задача 3.1. Я напоминаю, это у нас задачи на теории абсолютных скоростей реакции. Мы рассчитываем, как выглядят константы скорости. От каких молекулярных параметров они зависят. Так, значит, нам нужно найти, точнее, нам дано температуру 50 Цельсия. В задаче не написано, но я напишу 44 кГж на моле, это теплота испарения жидкости воды в данном случае. Нам нужно найти частоту двойных соударений молекул воды в единице объема. Какой буквой обозначали? В единице объема. Z. На лекции мы обозначали ее буквой Z. Но поскольку это попарное соударение, то это Z2. Надо найти. У нас было Z1, Z2, Z3, ZS. То есть со стенкой. Так, как искать? Да, есть формула, задача на формулу. Что писать? Да, давайте сначала напишем через фактор соударения, а потом фактор соударения распишем в свою очередь через ту самую сигму и так далее. Что такое фактор соударения, кто помнит? При единичных концентрациях. То есть если мы хотим абсолютное значение, то есть при каких-то концентрациях надо на эти концентрации обратно домножить. Значит, Z2 будет равно этому фактору соударения Z2 нулевое на концентрацию C. Ну там было C, A и C, B. Здесь у нас A и B нету, есть только A. A сталкиваются друг с другом, поэтому C в квадрате будет. И тут только одна поправка есть. Какая? Если у нас сталкиваются разные частицы и одинаковые частицы, есть разница или нету? Да, надо поделить пополам. Я не помню, на лекции это было или нет? Не было, да? Значит, почему надо делить пополам? Да, потому что если частицы... Да, как мы выводили эту формулу, если частицы разные, да? Мы садились на одну из частиц, считали, сколько частиц другого типа она встретит по дороге. Потом результат складывали по всем частицам первого типа, да? То есть по тем, на котором мы сидели изначально. Если же у нас теперь частицы эти одинаковые, то очевидно, когда вот на последнем этапе мы будем суммировать по всем частицам данного типа, на который мы сели, то мы учтем не только те, на которые... которые Е столкнулись, но и те, с которыми мы столкнулись, потому что они неразличимы, да? То есть мы проведем двойной учет. Мы на одно и то же соударение посмотрели с точки зрения двух одинаковых частиц А и Б, да? Ну, в данном случае А и А. Поэтому надо делить пополам. Это всем понятно, да? То есть если бы было разное, то было бы просто Z2 нулевое от СА, СБ. Если же у нас две одинаковые частицы, то это будет 1 вторая Z2 нулевое от С в квадрате. Так, ну фактор соударения, соответственно, мы для газофазной реакции выводили на лекции. Это есть произведение, да, сечение соударения σ на среднюю скорость движения, среднюю скорость относительного движения. Сечение соударения как связано с газокинетическим радиусом? Что? Нет. Что? Ну да, то есть вот у нас одна частица, вот у нас другая частица, это я разные рисую, да? То сечение соударения имеет вот этот вот прицельный параметр, равный сумме их радиусов, да? Если они одинаковые, значит здесь RA плюс RB, если они одинаковые, то это просто 2R, поэтому получается π на 2R в квадрате. Так, а средняя скорость чему равна? 8 на π. На μ чего? На μ приведено. Что это такое? Да, то есть мы приведем, это сумма обратных величин. Давайте A и B там у нас, да, изначально A и B. Но поскольку они одинаковые, то это у нас 2 раза по нашему μ. А, давайте без индекса просто будем. 40 μ-1. То есть здесь фактически надо умножить на 2 под корнем. Иногда этот корень из 2 выносят из формулы скорости и учитывают там в длине свободного пробега, например, в явном виде этот корень из 2. Удобнее все-таки понимать, откуда он берется. Так, ну все, значит, мы здесь все знаем, радиус мы знаем. Чему равен газокинетический радиус? Не очень больших, неорганических молекул на вскидку. Ну-ка, у кого-то total по физике за второй семестр? Чего, сколько? Ну, пара. Что-то вы перегнули палку. 1 angstrem, почему-то пара-то? 1 angstrem. Радиус, не диаметр. Радиус. Значит, R порядка 1 angstrem. То есть здесь минус 10 метра. Ну, температуру знаем, малярную массу знаем. Это у нас вода. Осталось найти концентрацию. Как найти концентрацию? Это у нас газовая фаза, состоящая на 100% из паров воды, которые находятся в равновесии с жидкой фазой при 50 градусах. Насыщенный пар. То есть надо узнать его давление и дальше по клаперону Меделееву. Фу-те. Да, нет, да, все верно. То есть P деленное на кобольсмана T, а P насыщенный, откуда узнаем? Из клаперона Клаузиуса уже, да? Такое равновесие еще помните? Что писать? Потом концентрация равновесия. Можно так, да. Давайте сначала клаперону Клаузиуса вспомним. Тут дальше есть два пути. Решать как физики и решать как физхимики. Или химики, не знаю. Как физики решать? Надо воспользоваться равновесия к клаперону Клаузиуса. Что писать-то? У кого отолпа физики за второй семестр? Давайте. Это Менделеев Клаузиус. Это Менделеев Клаузиус. А, Менделеев Клаузиус. Ну, ладно. Это другое понимать надо. ДП по ДТ равно Дельта H на РТ квадрат умноженное на П. Точно. А если решать как физхимики, то можно через константу равновесия реакции испарения. То есть вот у нас есть H2O жидкое. Оно испаряется, переходит в H2O газообразное. Константа равновесия чему равна? Давление в воду. Непросто. Ну, давайте сначала по определению, чему равно. Активность газообразной воды делена на активность жидкой воды. Активность газообразной на активность жидкой. Активность газообразной формы чему равна? Если это идеальный газ. Газообразный. Ну, не просто давление. Представляете, давление просто давление это атмосферы, да? Что? Ну, П на П0. Да, то есть П на П0, то есть отнесенное к стандартному давлению. Да, П на П0. Так, а активность жидкой формы? Единичка. А почему единичка? Вода в воде. Вода в воде, стопроцентная фаза, да. Ну, считаем, что она там беспримесная. Так, значит, единичка получается. Поэтому получается просто П на П0, где П0 одна атмосфера. И чего дальше? Как найти константу? То есть нам нужно найти давление при температуре какой-то. Значит, надо найти константу при какой-то температуре, 50 градусов. Какой арениус, какой гипс? А чему равна константа при 100 градусах? Чему равна? А почему? Да, потому что вода кипит при 100 градусах Цельсия по определению 100 градусов Цельсия. Они так определяются. Так, хорошо, значит, константу мы знаем при 100 градусах. Надо найти константу при 50 градусах. Значит, надо воспользоваться уравнением Вангофа. Д-логарифм константы по ДТ равно чему? С минусом? Дельта-Аш на РТ квадрат. Ну, если константу подставить, равную П к П0, то очевидно, что это то же самое, что и Клаперон-Клаузиус. Да, абсолютно то же самое уравнение. Только Вангоф более общий, да? Там какой-то частный случай, какое-то равновесие газовой фазы с жидкой фазой, а тут вообще константа применять где хочешь. Так, ну и какое тут решение получается? Я сразу давление выпишу. П равно чему? П0 на что? Да. Где П0, Т0, это одна атмосфера и 100 градусов Цельсия, соответственно. Здесь Т в чем измеряется, кстати? В чем подставлять сюда? В Кельвидах, да? Это, надеюсь, все еще помнят. Хорошо. Так, все, значит, знаем давление при этой температуре, знаем концентрацию, значит, при этой температуре, подставляем, знаем число соударения в единицу времени, в единицу объема при этой температуре. Вопросы? Вопросов нет. Это хорошо. Следующая задача. У нас сколько времени осталось? 23 минуты. Может быть, третью не успеем. Значит, задача 3.2. Длинный цилиндрический сосуд диаметром 9 сантиметров, в нем находится аргон при температуре 500 кельвин. Спрашивают, при каком давлении частота двойных соударений молекул в объеме сравняется с частотой ударов о стенку. Значит, у нас длинный такой цилиндрический сосуд. Здесь диаметр D, длина его, допустим, L. Значит, нам дано D 9 сантиметров. Нам дано, что это аргон. Нам дана температура 500 кельвин. Нам дан эффективный диаметр молекулы, то есть D маленькая. 0,34 нанометра. Нас спрашивают, при каком давлении сравняется частота соударений молекул в объеме с частотой ударов о стенку. Так, что писать? Зачем? На будущее. Давайте сразу напишем это условие равенства двух этих частот сначала, чтобы понимать, зачем нам площадь, зачем нам объем. Что писать? То есть, что писать? Z. Давайте Z2. Значит, Z2 это что такое? Это частота соударений в единицу. Да, двух одинаковых. Ну, одинаковых или нет, это мы потом учтем, когда будем выписывать в виде формулы. Да, сейчас это частота соударений в единице объема. А сравняться должны частоты и точка. То есть, нужно эту частоту на единицу объема перевести обратно в частоту. Для этого нужно что сделать? Умножить на объем. Поэтому Z2 умноженное на V должно равняться чему? Частоте ударов о стенку. Мы ее обозначали ZS. А ее надо на что умножить? Это частота ударов об единицу площади, поэтому нужно умножить обратно на площадь. То есть, понятно, что если у меня есть одна комната, и в ней там условно 100 столкновений в секунду между двумя частицами, то в двух таких объемах у меня будет 200 столкновений в единицу времени. Вот наши, собственно, условия. Сейчас мы ничего делить не будем. Мы распишем V, распишем S, и там куча всего посокращается. Давайте распишем Z2 чем равно. У нас две одинаковые частицы, поэтому одна вторая. Значит, Z2 нулевое, это у меня сигма на V. Сигма это у меня π на 2R. 2R это D. Значит, получается πD в квадрате. Это сигма. Умноженное на среднюю скорость, то есть корень из 8 на πRT на μ. И эту двойку не забываем, потому что относительное движение. И умноженное на концентрацию. Концентрацию в квадрате это π деленное на kT. Так. π на kT в квадрате. Это у меня левая часть, только Z2. Объем чему равен? Да. πD в квадрате на 4. Только D уже большое. Умноженное на L. Равно. И это все равно у меня ZS умноженное на S. ZS это частота ударов объединиться площади поверхности. Чему она равна? Ну-ка, давайте, отличники. Одна четверть, концентрация, которая равна P деленная на kB, на T. На среднюю скорость движения. Что тут писать под корнем? Это среднеквадратичная скорость. А в этой формуле средняя по модулю скорость. То есть такая же. Только без двойки. Потому что там, здесь это средняя скорость относительного движения двух молекул относительно друг друга. А здесь будет средняя скорость относительного движения молекул относительно стенки. То есть формально надо подставлять вот в ту приведенную массу, которая у нас там была, малярную массу стенки. То есть масса, моля стенок. Но, очевидно, это бесконечность. Стенка у нас тяжелая, неподвижная. Значит, 8 на π, RT на мё. Без двойки. Так, и осталась площадь поверхности нашего цилиндра. Чему она равна? Ну-ка. Геометр. Это боковая. А донышки? Еще донышки, да. Два раза по πd квадрат на 4. Плюс. А почему 2πd просто πd же? Нет. Я понимаю, два донышка я учел. 2πr, а 2r это d. Поэтому π на d на l. Ну, очевидно, донышки учитывать смысла нет, потому что у нас длинный цилиндр. То есть его длина гораздо больше диаметра, поэтому первым слогаемым здесь можно просто забить. Пренебречь. Так. Ну, тут много чего сокращается, да? Ну, значит, что-что? Как минимум. Тут большая часть всего сократится. Значит, эта скорость сокращается с этой. Только двойка остается. Одно из концентраций сокращается. Одна четверть сокращается. l сокращается. π сокращается. d сокращается. С правой части все. Осталось, значит, здесь еще двойка корень из двух, и здесь корень из двух. Получилось единица на корень из двух. Давайте я сюда перейду наверх. Единица на корень из двух. π на d маленькое в квадрате, на d большое, на концентрацию, p на kt, равно единица. Вот, большая часть посокращалась. Ну, тут все известно, кроме давления. То есть, p равно kt, корень из двух, на π, d в квадрате, d большое. Можно подставлять и считать. Если посчитать, получится что-то порядка там 1-10 паскалей, не помню точно. Это характерное давление внутри термоса бытового. На физике не считали такой задачи? Оценить давление термоса по скорости охлаждения чая в нем. Можете дома подумать. Так. 18-15. Вопросы есть по этой задаче? Вопросов нет. Ну, давайте начнем хотя бы третью. Возможно, что не успеем, вернемся к ней в следующий раз. Так, задача 3-3. Есть вопрос? Да. А это закон, закон? Нет, незаконно. Что? Аргон. А что ему будет? Аргон. Почему? Мы же импульс через тебя не пропускаем. Зачем? Вы хотите электроны вырвать или что? Что значит, светится? Если честно, я не знаю. Энерго ионизация аргона. Что? Чего? 500 кельвин? Да, довольно низкая температура. Для ионизации? Не думаю. Я не знаю, наизусть как бы энерго активация, энерго ионизация аргона, но можно ее найти, посчитать, перевести в температуру. Сколько это будет? Не знаю. Почитайте, посмотрите. Я сомневаюсь, что он будет светиться. Плюс мы через него никакие разряды не подаем, не пропускаем. Поэтому с чего бы. Так, значит, задача 3.3. Коэффициент диффузии молекулы инсулина в воде при 20 градусах равен там столько-то. Концентрация тоже известна. Нужно оценить частоту двойных сводорений молекулы инсулина друг с другом. В единицу времени, в единицу объема. Что писать? Дан коэффициент диффузии, дана концентрация. Надо найти Z2. Что писать? Что? Зачем? Действительно. Закон фика мы уже писали на лекции, на семинаре второй раз выводить не будем. Значит, здесь работает вся та же самая формула. Z2 равно 1,2, поскольку одинаковые молекулы. Z2,0, C в квадрате. Все то же самое. Только Z2,0, то есть фактор соударений, уже будет другой формулой даваться. Почему? Да, потому что та формула, которую мы там пользовались, она была для газофазных реакций, столкновений, то есть столкновений в газовой фазе. Здесь у нас столкновения в жидкой фазе, поэтому здесь, вообще говоря, нужно пользоваться другой формулой. Какой? Спасибо. Какой формулой пользоваться? Какой физический смысл фактора соударений? Z0 вообще. Z1,0, Z2,0, Z3,0. Ну, точнее, не физический смысл, а куда он еще входит такое, что связано с кинетикой? Это на лекции у нас было. Да, он входил в константу скорости. Каким образом? Ну, просто я напишу не Z2,0, а просто Z0, потому что эту формулу писали в общем случае, да, то есть просто фактор соударений, скольки-то молекулярные реакции. Е в степени минус энергоактивация на РТ. Это формулу мы выводили фактически на лекции. Здесь у нас F это стерический фактор, Z0 это фактор соударений, ну и, понятно, энергия активации. Значит, поскольку здесь у нас нет химического превращения, когда молекулы инсулена сталкиваются друг с другом, они не превращаются в какой-то продукт, иначе не преодолевают никакого энергетического барьера. Поэтому энергия активации, как-то дополнительная энергия по химическому превращению, она равна нулю в этом случае, да. В случае, если у нас реакция, мы реакцией обозвали просто от столкновения. Здесь энергия активации просто равна нулю. Понятно, что молекулы инсулина сталкиваться могут любыми частями, поэтому стерический фактор здесь тоже равен единице. То есть никакого геометрического фактора здесь нет. Это тоже единица. Получается, что константа скорости просто равна фактору соударений. А константу скорости соударений, константу скорости диффузионно-контролируемой реакции мы выводили как раз-таки на четвертой лекции, кажется, да? Выводили, да, 4 ПРД. Рассматривали. Рассматривали. Только они не были связаны с радиусами. Они были связаны с взаимодействием. Есть взаимодействие или нет взаимодействий? Здесь молекулы инсулина, мы считаем, что между ними нет взаимодействия. Они не заряжены, никакого дальнодействия между ними нет. Поэтому У равно нулю, и поэтому К равно просто КД. То есть по-смолуховскому 4ПР на Д, только здесь такое Р общее и Д общее. То есть Р – это сумма радиусов каждой из молекул РА и РБ, но поскольку они одинаковые, значит, это два радиуса. То есть это 4П на сумму радиусов наших двух молекул инсулина и суммарный коэффициент диффузии, их диффузии навстречу друг к другу. То есть сумма коэффициентов диффузии отдельных молекул D плюс D. Итого получается 16ПРД. Да, мы, когда выводили эту формулу, мы изначально договорились, что под Р большое мы понимаем расстояние максимального сближения. В ситуации, когда у нас две одинаковые частицы, это расстояние максимального сближения равно просто сумме их радиусов. То есть 2Р. А D – это коэффициент диффузии одной молекулы навстречу другой молекуле. То есть поскольку у нас исходная молекула тоже диффундирует с коэффициентом диффузии D, то суммарный коэффициент диффузии равен их сумме. То есть в системе отчета связанная с первой молекулой. Так. Итого получается, что в эту формулу нужно подставлять константу скорости диффузионно-контролируемой реакции безактивационной. То есть когда энергия активации равна нулю. Итого получается 8ПРД на С в квадрате. В задаче? Ну, вы же знаете, что есть разница между газокинетическим радиусом, гидродинамическим и так далее. Вот здесь взят радиус дегидратированной молекулы инсулина, но не находящейся в газовой фазе. Поскольку водичка ее немножко все-таки поджимает. Вот. Так. У нас... Сколько у нас осталось? 10 минут? Да. Ну давайте, может, успеем. Значит, у нас последний вопрос здесь в этой задаче. Через какое время половина молекул инсулина испытает хотя бы одно соударение? Как решать? В принципе, подход верный. Да. Только надо тут немножко поаккуратнее в каком смысле. Потому что у нас, смотрите, есть молекулы, которые ни с кем не поусоударялись, да? А есть те, которые поусоударялись, но при этом они могут соударяться сколько угодно раз. Поэтому нам, очень говоря, надо провести дифференциацию по количеству соударений, которые данная конкретная молекула инсулина испытала к данному конкретному времени Т. Да. То есть нам... Давайте на каждую молекулу инсулина посадим виртуальный счетчик, который будет считать количество соударений, которые испытала данная конкретная молекула инсулина к времени Т. Концентрацию таких молекул инсулина будем обозначать А с индексом И. То есть молекула инсулина А, испытавшая к моменту времени Т, И соударений. И меняется от нуля до бесконечности. Понятно. Понятно, что сумма всех этих концентраций в любой момент времени равна чему? От нуля до бесконечности. Чему равна? Конечно, С. Она не поменялась. То есть понятно, что с течением времени у нас в среднем все больше и больше молекул инсулина испытает какое-то количество соударений. То есть это среднее количество соударений, оно растет со временем. Значит, нам нужно найти зависимость от этих вот аитых от времени. Какую реакцию здесь можно написать? Вот если у нас есть молекула со счетчиком равным И, она сталкивается с молекулой со счетчиком равным Ж. Что в результате получится? Нет. И плюс первое получится, и Ж плюс первое. Что, что сложилось? Нет, это у вас что-то другое будет. Это скорее в колдах будет. Там, где частицы сталкиваются, и получается одна новая частица с какой-то характеристикой равной сумме двух предыдущих характеристик. Например, это объем или заряд. Так, ну давайте напишем кинетику D. Так, там большой уровень получится, лучше на новую доску перейти. D, A, I, T, P, D, T. Значит, здесь констата скорости KD, понятно. D, A, I, T, P, D, T. Это чему равно? Значит, минус KD на концентрацию АИТОВА на концентрацию АЖИТОВА. Все или еще что-то? Еще, секунду, Никита. А я прослушал, что он сказал еще раз. Так. Я ее напишу здесь на второй строчке. Плюс KD, A, I-1, A, J. Ну, то есть у нас при столкновении с житой частицей, частица с индексом I-1, то получится частица с индексом I, то есть то, что нам нужно, значит, количество АИТОВА возрастет. Поэтому здесь идет с плюсом. Это понятно, да? Зачем? Сейчас, сейчас, это еще не дописано вравнение. Екатерина. Что еще раз? За одно столкновение у нас индексы меняются только на единицу, то есть не бывает трех, четырех частичных и так далее. Екатерина, какое-то сомнение? А вот во втором слаге он по-мазу, 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 а карты? Ну, вообще говоря, тут просто не дописано вравне, то здесь жи в первой строчке и жи во второй строчке, вообще говоря, разные индексы, конечно. Вот, но тут еще много чего не хватает. Да, вот Никита говорит как раз, нужно просуммировать по всем жи, то есть понятно, что мы следим за индексом молекулы с индексом и, да, как ее индекс меняется, а с кем она сталкивается, вообще говоря, не важно. Ну, важно, но не полностью важно, так скажу. То есть нам нужно просуммировать по всем молекулам ажитым. То есть она с любой частицей столкнется и изменит свой индекс на единицу, да? Да, вот это правильное замечание. Значит, я суммирую по всем жи, не равным и. А почему он не равным и? Чего? Да, там сидит спойлерщик, все рассказывает. Да, потому что если у нас сталкиваются две частицы с индексом и, то за одно соударение у нас количество частиц с индексом и изменится не на единицу уже, а на два. У нас две частицы там прибавятся или убавятся, да? Да, поэтому я должен здесь написать минус 2кд на аит в квадрате, а здесь, соответственно, плюс 2кд а и минус первое в квадрате. Здесь тоже сумму. По всем жи, не равным и. Понятно, да, как получили уравнение? Это все для индексов, начиная с единицы. То есть и больше равно единице. Это уже полное уравнение, тут других слагаемых нет. Если и равно нулю, то очевидно, что у нас молекулы инсулина с нулевым индексом, они ниоткуда не возникают, они только тратятся, да? Поэтому второй строчки для них и просто не будет. Поэтому ДА нулевое по ДТ это и есть как раз те самые молекулы инсулина, которые не испытали ни одного соударения, равно просто минус первая строчка Ж, не равно нулю КД А нулевое, а ЖТ минус 2кд А нулевое в квадрате. И все, второй строчки нет. Они ниоткуда не возникают, только тратятся. Так, от нас просят найти такой момент времени, в которой половина молекул инсулина испытала хотя бы одно соударение. Вопрос, вторая половина молекул инсулина сколько из соударения испытала? Если одна половина хотя бы одно, то вторая половина? Ни одного, да. Это понятно, да, всем? То есть сумма у нас, то есть А нулевое равно С пополам в какой-то момент времени, а сумма всех А первое, А второе, А третье и так далее, до бесконечности, эта сумма равна тоже С пополам. Так, Домерись, понятно? Понятно. То есть от нас не просят решать вот это верхнее уравнение, на самом деле, нам нужно решить только второе уравнение. Вот, ну его можно упростить. Да, что-нибудь. Не я придумал эту задачу. Что непонятно именно? Смотрите, половина испытала хотя бы одно. То есть хотя бы одно, это какие варианты включают в себя? Это одно соударение, два соударения, 3, 4, 5, 10, 100 миллионов и так далее. Так, то есть мы хотим найти такое вот времени, что Т такое, что сумма А первое плюс А второе плюс и так далее до бесконечности равно С пополам. Правильно? Правильно. Но мы помним, что у нас есть матбаланс, что сумма всех А итых от нуля до бесконечности равна С. То есть это А нулевое плюс А первое плюс А второе и так далее, равно С. Но начиная с первого индекса оно равно С пополам, в этот момент времени мы и смотрим. То есть получается, что этот С можно расписать как А ноль плюс вот эта вот сумма А первого, А второго и так далее. Вот начиная с первого и так далее до бесконечности это С пополам в некотором момент времени. Да? Значит, А нуль в этот момент времени тоже С пополам. То есть надо найти такой момент времени, когда А нулевое в этот момент времени Тау равно С пополам. То есть надо найти зависимость А нулевого от времени и просто найти время полупревращения молекул инсулина с индексом 0. Вот это вот, если вы вспомните, вот в Тиарвере такие же задачки были, такой же логический ход был, что там нужно было найти вероятность того, что хотя бы один раз выпадет решка, да? Ну да, то есть искали просто дополнительную ситуацию, да, которая рассчитывалась просто. Не надо было там ничего суммировать, что-то еще. Надо было просто посчитать дополнительный случай один раз. Так, ну все, нам осталось только тут причесать это уравнение и дорешать его. Как можно это сделать? Ну вот, что? Естественно, да, КД на А нулевое можно вынести за сумму. Под суммой останется сумма ожитых, начиная с единицы до бесконечности, да? Нет, зачем? Мы же хотим дефору решить. А потом найти то время, когда эта сумма будет равна c пополам. Нет, смотри, тут по-другому будем действовать. Вот эту двойку распишем как 1 плюс 1, так, и 1, первое, значит, минус КД на А нуль в квадрате я занесу вот в эту сумму. Зачем это нужно? Потому что КД на А нуль и здесь КД на А нуль, значит, здесь появится А нуль в этой сумме. То есть я добавлю вот это вот недостающее слагаемое. Поэтому сумма теперь будет по всем индексам. А сумма по всем индексам это просто c. Получается, это будет равно минус КД на c на А нуль минус КД на А нуль в квадрате. Двойка здесь уже исчезла, осталась эта вторая единица, которая была. Это уже интегрируется. Уравнение с разделяющимися переменными. Д А нуль, деленное на А нуль в скобке c плюс А нуль равно минус КД на ДТ. Такое интегрировать умеем, да? Наверное, умеем. Превращается просто в разность двух дробей. То есть это будет единица на c от единицы на А нуль минус единица на c плюс А нуль. Д А нуль. То есть получится у нас логарифм после интегрирования. Логарифм А нуль деленное на c плюс А нуль. c плюс А нуль. В пределах, значит, по концентрации мы интегрируем от начальной ситуации, когда А нуль в начальное время равно чему c, до ситуации, когда она ровно c пополам. А время, соответственно, в это тогда будет равно минус КД c на то самое время Тау, которое мы ищем. Да, c перенес в эту сторону сразу. Вот. Ну, это дробь равна чему? Логарифм. При концентрации равна c пополам, значит, это будет 1 вторая деленное на единица плюс 1 вторая. Это я все в единицах c сразу пишу. И минус значение этой же дроби только при концентрации равной c. То есть это будет 1 плюс 1 деленное на 1. Итого получается логарифм двух третей. То есть наше искомое время, я сюда наверх перейду, равно логарифм трех вторых деленное на константу d, КД умноженное на c. Все, это ответ. Так, вопросы есть? У дистанционщиков вопросы есть? Вроде нет. Звонок прозвенел, тогда все. Ну, а сегодня... Продолжение следует...